МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даже на новогодней елке на парковке острова Таташев. Следов взлома на пострадавших авто нет, поэтому красноярцы решили, что вскрыли их машины специальным кодграббером. Что это за устройство и как обезопасить свое имущество в сюжете Маргариты Дюбановой? Вот она, противоразбойная меточка. Не могу сказать, что 100% гарантирует защиту от вскрытия кодграббером. Защиту от вскрытия гарантируют алгоритмы. Эти алгоритмы есть только у охранных систем второго поколения. Более новых сигнализаций, рассказывает специалист. Как такая противоразбойная метка. Ее носят с собой и при необходимых настройках сигнализации охрана с автомобиля снимется только при наличии этой метки. Стоят такие сигнализации в среднем 15-20 тысяч рублей. Но, по словам эксперта, могут быть и гораздо дороже, зависит от автомобиля. Но многие красноярцы до сих пор ставят первое поколение сигнализаций. Они гораздо дешевле, от 2,5 тысяч рублей, и легче взламываются. По словам специалиста, именно такие охранные системы зачастую поддаются взлому кодграбберам, устройствам, которые перехватывают сигнал. То есть при постановке в охрану системы владельцам это устройство считывает код, если говорить простым языком сигнализации. И потом этот код можно использовать для снятия машин с охраны. То есть владелец поставил машину в охрану, спокойненько ушел по своим делам в торговой центр, домой, там и так далее, с парковки куда-то. Гонщик может подойти к автомобилю, не обязательно близко, использовать кодграббер точно так же, как обычный брелок на таком же расстоянии. Кодграббер можно заказать в интернете, он стоит от 50 тысяч рублей. Но эксперты говорят, что механизм можно сделать буквально на коленке, без денежных затрат. В полиции также рассказали, как предостеречься от таких краж. Если с первого раза у вас не получилось поставить на сигнализацию, это уже может быть таким симптомом, скажем, того, что кто-то пытается сосканировать сигнал вашего автомобиля. Поэтому в таком случае мы рекомендуем перепарковаться в другое место и убедиться, что с первого раза машина встала на сигнализацию. Полицейские также уверяют, зачастую автомобильные кражи происходят из-за невнимательности самих владельцев. Люди забывают закрыть окно или запереть двери. Даже если установлена сигнализация нового поколения, это все равно не стопроцентная защита, говорят специалисты. Мошенники со временем находят все новые способы взлома автомобилей. Поэтому ценные вещи лучше просто не оставлять в машине. Маргарита Дюбанова, Михаил Зинкевич, Новости ТВК. Танцевал на дискотеке и внезапно умер. Страшный случай произошел накануне на вечеринке в Советском районе. Как рассказали очевидцы в социальной сети, молодой человек веселился со своими друзьями и вдруг рухнул на пол. Карета скорой помощи прибыла на место через 15 минут, но уже констатировала смерть. По сообщениям СМИ, которым удалось поговорить со знакомыми погибшего, причиной мог стать оторвавшийся тромб. Однако городским полицейским никакой информации о смерти не поступало, а в Красдраве отказались комментировать этот случай, сославшись на врачебную тайну. Один пожар, три жизни. В Лесосибирске в первый день Нового года семья отравилась угарным газом. Пожар произошел в 11 вечера в деревянном многоквартирном доме. К тому моменту, когда подъехали пожарные, огонь охватил уже 9 квартир. Издание эвакуировали три десятка человека, пожар тушили сразу 7 единиц техники. После в одном из помещений спасатели нашли тело мужчины и женщины, а также их еще живую дочь. Десятилетняя девочка скончалась по пути в больницу. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Причины пожара будет устанавливать специальная комиссия. Что касается других происшествий, то массовые гуляния в крае обошлись практически без нарушений. Сотрудники полиции обеспечивают безопасность не только в крупных елочных комплексах, где у нас установлены теплые помещения для обогрева сотрудников и дополнительно усиленные наряды. Также автопатрули приближены к елочным комплексам, которые находятся на территории районов. Уже, можно сказать, традиционно нарушение общественного порядка во время массовых гуляний у нас не допущено. 70% просто не включилось. В Красноярске не работает иллюминация. Без праздничного настроения в новогоднюю ночь оказались, например, улицы Шахтеров, Копылова и Карла Маркса, сообщают красноярцы. В мэрии новостям ТВК сегодня пояснили, всего по городу около 400 муниципальных элементов праздничной иллюминации. А работает из них только чуть больше сотни. Новогодняя подсветка отказала еще во время тестовых запусков. Сейчас Горсовет пытается исправить эту ситуацию. И там в Горсовете отвечают, что часть украшений загорится уже к Рождеству. Кроме того, уже известно, что эту иллюминацию планируют менять, но на это потребуется около 20 миллионов рублей. Напомню, в последний раз ее обновляли в 2011 году. Металл, лед и семейное теплом. На острове Татышев открылся шестой фестиваль-конкурс «Волшебный лед Сибири». Международный размах он приобретет только через пару дней. А сегодня соревноваться в ледовой и снежной скульптуре пришли обычные красноярцы. Подробности в сюжете. Под чутким руководством Ларисы Авенировны семья Кощеевых выступает на фестивале «Волшебный лед Сибири» уже второй год. В ее команде трудятся два сына. Таким составом они уже взяли золото в прошлом году и тогда же разработали идею для фигуры этого конкурса. А мы вот с прошлого года, кстати, подумали, что надо такое, чтобы и символ года был. Потому что мы в прошлом году делали петушков с курочкой, тоже семейная команда была. А нынче мы решили Лайкину семью сделать. Не просто Лайка одна, а семья. Потому что у нас семейная команда. Если семейной командой выбрали работу по снегу, то молодые скульпторы, ученики городских художественных школ, ваяют из-за льда. И для многих из них это лишь первый опыт. Просто попробовать. Никогда не делали такого. Никогда так, ну вообще первый раз работали. Ну вот, а как вы просто решили, где практики набрались? Или может в интернете посмотрели, как это делается? В интернете посмотрели. Всего за первое место борются 14 детских и 20 семейных команд. К их услугам здесь готовые формы из снега и льда, инструмент, помощь взрослых и возможность забрать памятные призы. Все участники получат благодарственные письма главы города и оргкомитета. И, конечно, замечательный пакет, который, мне кажется, согреет их души на долгие годы. Это и фотоотчет, дневник фестиваля, как работали сейф, флешки с записью фильмов о том, как шесть лет развивался наш волшебный лед в Сибири. Побороться за эти призы у участников есть всего два дня. Здесь же 5 января жюри подведут итоги и наградят победителей. И тогда же будет дан старт уже международному конкурсу, где в ледовой скульптуре будут соревноваться профессиональные художники со всего мира. Илья Филонов, Михаил Зинкевич, Новости ТВК. Смотрите после рекламы. Ёлка, которая по-настоящему загорелась, и фейерверк, который заставил спорить весь интернет. Самые обсуждаемые в видео социальных сетей. И традиционная новогодняя новость. Бензин снова дорожает из-за повышения акцизов. Когда заправки поменяют ценники и насколько вырастет стоимость топлива. Это новости ТВК. Мы продолжаем. Вернись, тебя ждут дома. За новогодние праздники в городе пропали больше десятка собак. Животные пугаются фейерверков и срываются с поводков. Что делать, чтобы не потерять четвероногого друга в сюжете Дениса Козлова. Мы скучаем очень сильно. Нам собака помогла пережить смерть моего отца. Она нам очень дорога. У ребенка очень сильно скучает. Ждет собак. Люди, пожалуйста, если кто-то нашел, верните. Правый берег Черемушки. Гульнара с трудом сдерживает слезы. Дайна, годовалый далматинец и любимец всей семьи, ночью 1 января сбежал на прогулки, испугавшись грохота фейерверков и петард. Новогодняя ночь и следующие дни прошли в поисках. У нее есть аллергические реакции на другие продукты. Ей нужен специальный режим, специальная диета. Пожалуйста, кто увидел, услышал. Звоните. Любая информация нам дорога. Кто найдет вознаграждение. Северный, Шумятского. Та же беда. Только на этот раз пропал королевский пудель Вита. Испугался шума и сорвался с поводка. Светлана с тревогой следит за сообщениями в социальных сетях. Главное, чтобы любимица остался жив. Я надеюсь, что ее кто-то все-таки как-то приманил, забрал к себе. Это лучший был бы вариант. Даже пусть люди сейчас сидят дома и думают, такая красивая собака, мы ее не отдадим себе, оставим. Но хотя бы она будет в тепле. Я там страшные прогнозы уже строю, где слышу, что в центре сбили собаку насмерть, белую. Тоже люди писали в интернете. Главное, чтобы ничего не случилось. И таких случаев за эти пару праздничных дней несколько десятков. Породистые и беспородистые, маленькие и большие. Пропасть может абсолютно любая собака. Но, как говорится, кто-то теряет, а кто-то находит. Дай лапу. Дай лапу. Ой, молодец, девочка. Этот нежданный пушистый подарок появился за несколько часов до курантов на улице Симофорной. Ухоженная и с ошейником. Также, скорее всего, сорвалась и убежала. Вчера стреляли на 60 лет. Она боится выстрелов, боится фейерверков. То есть, предполагаете, что она, скорее всего… Она сбежала, да. Она домашняя, чистенькая, ушки чистые, брезенского ошейника нет на ней. Срочно хозяйка, еще на подъезде холодно. У всех животных много. И взять мы их не можем. Специалисты говорят, что собаки слышат в 10 раз лучше людей. Яркие вспышки и громкие хлопки их просто оглушают. Приучить пса не бояться можно только специальной дрессировкой. Но обезопасить своего питомца на время праздничной пальбы все-таки можно. В этом поможет правильно подобранный ошейник, бирка с адресом и даже успокаивающие капли. Все-таки любой ошейник одевается собаке очень плотно под челюсть, чтобы собака не сняла ошейник через голову. Это успокоительные. Они разного вида. Любые успокоительные средства желательно проконсультироваться со своим ветеринарным врачом. Если все-таки любимец сбежал, советую сразу просить помощи в специальных группах в социальных сетях. Адреса вы видите на экране. Там можно выложить фото и место пропажи. Тогда есть шанс, что собаку заметят и вернут. Денис Козлов, Александр Тропин. Новости ТВК. Морозы задержатся в Красноярске до завтра. Ночью, по сообщениям МЧС, ожидается похолодание до минус 40. В центральных и южных районах края, напомню, туда входит и Красноярск. Специалисты советуют, как обезопасить себя в такой мороз. А именно, ни в коем случае не употреблять алкоголь. Из-за него организм теряет много тепла. Одеваться на улице лучше в свободную одежду. Но если вы почувствовали обморожение, сразу бегите в тепло и никак не контактируйте с побелевшим участком кожи. Есть советы и для водителей. От далеких поездок в морозы лучше отказаться. Но если вы поехали и заглохли на пустой трассе, лучше вызвать помощь по телефону 112 и не покидать автомобиль. В ночь с 4 на 5 января синоптики обещают до минус 17. Зато с пятницы дневные температуры не будут превышать 9 градусов. Новогодняя ночь с высоты птичьего полета. Сейчас это самое обсуждаемое видео в социальных сетях. Удивительные кадры сняты с полицейского вертолета в Амстердаме. С 12-м ударом часов над европейской столицей поднялись тысячи фейерверков. А дополнительную красоту придавала городская иллюминация. Одних такое зрелище впечатлило, других не очень. Пользователи начали иронизировать, что даже на окраинах Москвы фейерверк-шоу выглядит ярче, чем в королевской столице. Еще одно популярное видео, но уже с просторов Рунета. Главная елка Южно-Сахалинска сгорела прямо в новогоднюю ночь. Инцидент произошел около часа ночи на главной площади, где проходили праздничные гуляния. Сначала пламя охватило верхушку 25-метровой конструкции, а затем перекинулось на все дерево. Больше всего россиян удивила реакция на это в ведущих праздника. Предлагаю послушать. И пока на сцене выступал очередной артист, пожарные потушили пламя. Правда, к этому моменту от елки остался только металлический каркас. Как сообщается на сайте городской администрации, причиной пожара могла стать неправильно запущенная петарда. На следующий день власти демонтировали сгоревшую елку и установили на ее месте другую. Как похудеть без спорта и диеты? Насколько подорожает бензин? В рубрике «Новости коротко». В 2018 году бензин может подорожать на 3 рубля. И речь о самых популярных марках АИ-92, АИ-95, а также о дизельном топливе. Такой прогноз дали эксперты. И более того, ставки акцизов на бензин уже выросли на 50 копеек за литр. А второе повышение будет с 1 июля и тоже на 50 копеек. Кстати, ФАСК строит другой прогноз. Рост цен на бензин будет лишь в пределах инфляции. А вот как быстро сбросить лишний вес без физических упражнений, выяснили ученые из технологического университета в Сингапуре. При помощи особого пластыря с микроиглами можно потерять до 30% веса и снизить уровень холестерина. В этих иглах содержится препарат, который превращает откладывающийся на боках белый жир в бурый энергосжигающий. И уже провели испытания на мышах. И оно показало, что белый жир стал превращаться в бурый уже на пятый день. Кстати, данных о том, когда этот пластырь поступит в продажу, пока нет. Субтитры создавал DimaTorzok